доброго времени дорогие друзья гости и подписчики с вами елена канал елена ша эндмой семье сегодня хочу рассказать немножко о таком камне как гематит я в одном из видео говорила что это очень хороший камень который связан с родом нашим и он как бы очень прекрасно защищает от так называемых отрицательных людей очень подходит для защиты вы мы знаем прекрасно что для защиты черный агат подходит но черный агат это очень редкость хороший камешек потому что он будет дорогой потому что прослойки в основном агат идет он разноцветный и идет такими прослойками и чтобы набрать вот этот сделать черный агат надо он в основном прессованный что касается гематита гематит это название его от греческого слова кровь означает поэтому его называют еще кровавик потому что он когда его обрабатывают соединение с водой он образует красный цвет как кровь и у него иногда видите присутствуют такие красные вот это это просто вот минерал он очень тяжелый гематит видите такой металлический цвет но он и не магнитится делают вот конечно есть сейчас уже ну вывели искусственные гематиты так сказать и ну типа керамики что ли рисованный такой вот и есть еще искусственно выведенный гематит который называется гематин но он отличается тем что он при когда я чертюшим или там обрабатываешь он не 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 оставляет красной полосы и гематин искусственный вот этот гематит он притягивается магнитом так можно определить искусственный или нет вот я специально приобрела вот такие бусики чтобы вам показать конечно тут наверное не очень будет хорошо видно они такие очень-очень такие блестящие очень красивый если вы увидите вы не отличите ни с чем потому что такой камень он один в украшениях от очень красиво смотрится блестит прямо того не знаю видно не видно будет такой вот очень-очень красивый вот это не обработанный вот и что хотела сказать я хотела рассказать немножко об этом камне но во первых в нем содержится около где-то 50-60 процентов железа в этом камне поэтому он такой вот и тяжелый и такой вот у него блеск хороший из него делают красную краску охрана вы наверное знаете вот у гематита есть очень много разновидностей но которых я не буду вдаваться зависимости от состава их наверно там ну штук все до десяти где-то так месторождение в основном в россии казахстане на украине а за рубежом добывают бразилии в италии швейцарии сша если вам скажут что где-то добыто в другом месте это значит это все ложь это не этот так есть так у него есть также несколько названий народных есть их очень много но я скажу несколько таких которые мне больше нравится которые связаны так сказать ну более таки загадочные это аляскинский алмаз железная почка железный глазок зеркальная руда кровавик кровавый камень черный алмаз ну вот такие вот бы красивые названия дело в том что этот кровавик применяют не только допустим каких-то обрядов да но медицинских целях он меняет давление где-то на 10-15 единиц повышает или понижает при пониженном давлении артериальном его носят в первой половине лунного месяца на растущую луну одевают на левую руку он повышает давление увеличит у человека энергию и с от ну как бы настроение поднимается при повышенном давлении если у человека повышенное давление я уж не буду там медицинскими там название просто игры если у человека повышенное давление и уносит во вторую половину лунного месяца на убыль носить на правой руке вот еще он может этот кровавик если полуными по лунному календарю до в первую четверть лунную да именно в четверть только носить он стимулирует обмен кислорода и омолаживает кровь понимаете если у вас не давление ничего просто вот одну четверть семь дней поносить 5 то есть от первого лунного дня до седьмого лунного дня все а если у вас давление то соответственно ли повышенное пониженное носят можно носить и допустим две недели потом на снимаем вот при заболевании крови на было на гемоглобин способствует лучшему усваиванию кислорода тканями и ферментными системами организма хорошо улучшает состав крови гибла но гемоглобин связывает с кислородом и при минимальных затратах энергии человека продлевает жизнь элитроцитов элитроцитов стимулирует работу красного костного мозга увеличивает и улучшает качество красных кровяных телец это вот такая вот медицинская точка с точки зрения и еще по медицинской если носить для улучшения зрения надо носить бусы например на шее да также буш бусы хорошо но носить при проблемах кровообращения именно когда плохая циркуляция крови это именно на шее бусы носить кольца носится например на безымянном пальце женщина на левой руки а мужчина на правой при сосудистых расстройствах для стимуляции обмена кислорода как я говорю и омолаживание крови в первую луну четверть вот ну что сказать именно с эзотерической точки до зрения там магической эзотерической во первых этот лунный камень ой лунный камень крововик у него и энергия ян относится к стихи земля и земле и воде если взять именно вот чакры то относится к муладхаре и это корневая корневая чакра и половая чакра садхистана очень хорошо он подходит великолепно могут без всяких ограничений носить овен скорпион рак не очень хорошо даже сказать ну так нежелательно близнецы девы рыбы но остальные знаки носить могут но не просто так а с определенной целью то есть этот камень он очень так сказать он очень сильный мощный и просто так его носить нельзя в обрядах вызов например если до его в магии использовали колдуны и ведьмы давай они вызывали духи духов стихий так сказать это в магии да и в основном использую использовались этим камень я не буду вдаваться для чего и что это потому что ну кто занимается магия не знает а кто не занимается я считаю это знать не надо управлять управлять его желательно только серебром носить его вот в летнее жаркое время время я бы не рекомендовала не рекомендовала на солнце потому что он нагревается может ожог сделать кольца желательно чтобы всегда были на такой подставочки ну чтобы не прикасались с пальцем вот этот камень очень очень чистолюбив и просто так его вот например носить нельзя так сказать да и с определенной целью если вы идете покупать этот камень магазин вы решите с какой целью потому что какую вы ему дадите задание так он будет работать он не может работать и на лечение и на защиту и на связь с родом еще очень хорошая вещь это этот камень он связь держит связь с родом то есть те кто умерли но опять же надо обязательно дать задание камню чтобы он потому что у каждого рода есть и положительные и отрицательные да люди были чтобы он держал именно так с теми людьми с какими вам хочется мы очень многих не знаем да но они существуют и все равно как бы потустороннем мире и как бы энергия это на нас действует поэтому если вы хотите купить вы настройте что вам надо камень который будет иметь связь с вашим родом с хорошими людьми которые были хорошие помогали людям которые именно вашему роду не вредили понимаете не делали такого чтобы давал отпечаток отрицательного ваш род и когда вы пойдете вы уже если вы придете посмотрите вам не понравится камень это получается не выбрать не выбрали его еще нету того камня который бы с вами работал один раз ходите второй раз ходите третий и вы так найдете попробуйте оденьте на руку прикоснитесь кожи на пальчик оденьте и поймете ваш это камень или нет и дело в том что связь с родом она защищает вас вообще этот камень читается он как бы защищает от астральных нападений так скажем да и именно вот всяких сущих астральных нападений и вот этот связь с родом она помогает и будет вас защищать и и этот камень очень хорош для того чтобы если вы будете одеты в эти камни вот допустим ну такое же действие работает еще аганда пола этот полосатый агат темного больше темного цвета именно темных цветов и очень прекрасно работает вот этот гематит и если с вами окажется человек который занимается так сказать гадостями людям да нехороший человек вам плохо относится рядом рядом с вами находиться не сможет он тут же постарается убежать больше пяти минут он даже меньше он постоять он найдет кучу причин быстро быстро все мне некогда мне некогда и побежит по своим делам он долго вы специально постойте и заговорить с человеком о чем-то поговорить но вы видите что как то вы только денете эти камни он с вами долго стоять не сможет это вам показывает этому человеку ничего не будет но это вам камень рот показывает что этот человек плохо к вам относится дальше что еще хотела сказать этот камень потому знаете связан с планетой марс и буквально недавно американский зонд обнаружил этот камень гематит на марсе о чем это говорит что это камень воин он должен работать камень просто так носить на себе нельзя если вам что-то нужно да вы какую-то магическую практику или вам что-то надо связь с родом чтобы что-то понять вы одеваете именно ту вещь для которой она куплена носите и вам придет так сказать умная мысля а после вот ну кто с картами занимается он связан с картой жезлов и в древности из него делали зеркала и так эти зеркала называли спекуляритом очень вы прекрасно видеть если купите колечко из такого гематита ну большой гематитик такой видишь что прекрасно очень хорошо там отражается все ну вот такой вот я хотела рассказать об этом камне этот камень очень хороший но единственное что я вам скажу его надо покупать с определенной целью если собаки лают отвлекают в общем друзья этот камень недорогой он дешевый его можно везде найти в любом ювелирном магазине и прекрасе он видите в обработке очень очень прекрасен так что но единственно что для разной цели нужно приобретать разный камень то есть разная не камень а какой то другое украшение например вот для работы например но это просто минерал то я увидел магазин купила я магии черные не занимаюсь вызывать духов не вызываю ну просто вот для общей коллекции минералов у меня разные есть и малахиты и агаты и сердоли в общем целую кучу у меня минералов небольших камешков и это вот один из этих минералов также есть периты но периты я не рекомендую потому что если вы не понравитесь этому камешку он может сжечь ваш дом вот но вот очень прекрасный красивый камень но друзья это я имею ввиду про перит сейчас я вам его покажу вот я принесла перитик вот у меня там вот такой вот видите он очень прекрасный раньше это как бы его путали золотом добывали сейчас я попробую увеличить его привезла из прибалтики здесь и нигде его найти не могла такая вот красота видите как-нибудь я вам расскажу про перит но перит он не любит людей не очень хороших поэтому вы сами знаете какая у вас энергетика и стоит ли вам его приобретать и также видите как он блестит он как золото блестит как красота также у меня есть перитовая крошка ну просто продавали я и приобрела ее ее в основном используют конечно в магии вот тоже для вызова каких-то духов но этим я не занимаюсь просто так для общей коллекции приобрела но все друзья спасибо вам за внимание и еще хочу напоследок потом я как-нибудь сниму расскажу вот у меня есть такая прекрасный это называется палец дьявола это конечно окаменелый моллюск или как там называется но вещь очень очень хорошая вот такой кусочек маленький я когда делала чистки дома семьи года два назад я его нашла сама маленький такой кусочек вот это вот так ну отломленный вот а этот конечно я приобрела вот про него я тоже как-нибудь постараюсь рассказать минералов у меня много и я покупаю только те которые очень такие интересны в своей значимости так скажем ну и конечно они загадочность значимость здоровье или там связано с магией ну как магии магия чтобы можно было защитить свой дом свою семью и дать как бы здоровье и улучшить так сказать энергетическую оболочку семейную ну все друзья с вами была елена оставайтесь с нами заходите буду очень рада если вас заинтересует мои видео подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы я как-нибудь засниму общий обзор просто тех камней которые у меня есть и потихонечку потом я не буду вам рассказывать все с вами была елена канал дневник городской дачницы елена шайнд моя семья пока пока